Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Вилл Студио! Позавчера вышел новый сериал по нашей любимой вселенной, и название у него... Акалит! Ещё до выхода сериала его уже закопали, ведь на главных экранах у нас женщина, да ещё и цвета горького шоколада. А это благодаря таким ютуберам, как Юту и Мувимейкер, автоматически становится говном, которое нельзя смотреть. Но такой ширпотреб трогать не стоит, у них там своя атмосфера, где наличие в вашей жизни девушки уже делает вас сторонником ЛГБТ, которая запрещена на территории Российской Федерации, если что. И всё-таки более разумная часть фанатов испытывала также опасения, которые, стоит отметить, небезосновательны. У Диснея сложно получается создать интересных персонажей, отчего каждая работа выглядит грустно. Вспомните тот же сериал про Бобу Фетта или Оби-Вана. Про бракованных, думаю, говорить вообще не стоит. Но как дела у Акалита? А у него всё довольно-таки неплохо, по крайней мере по первым двум частям. И прежде чем я начну углубляться, давайте разделим ролик на две части. Первая будет без спойлеров, тайм-коды вам в помощь. Первые две части довольно-таки хороши, они очень динамичны и сразу же покружают персонажа в историю, параллельно стараясь немного раскрывать главных героев. Сюжет построен в рамках этакого sci-fi детектива, который, честно говоря, явно не уровень Агаты Кристи. Но, из-за интересного повествования и хорошо играющих актёров, это не так уж и бросается в глаза. Имею в виду, что у меня не было желания выключить ролик. Нас знакомят с кучей персонажей. Некоторые из них отлетают очень быстро, какие-то показывают нюцы, а кто-то демонстрирует нам каратэ по заветам Камы Пули. Много локаций, новые планеты, куча инопланетных персонажей, которые сделаны на натуре, что мне очень понравилось. Есть отсылки, но не ради отсылок. Некоторые существуют для продвижения сюжета, некоторые стоят на заднем плане для самых внимательных. Повестка есть, но не пугайтесь, это не уровень того дроида из фильма про Хана Соло. Если говорить о героях, то большинство из них нас приятно удивили. В них, естественно, есть штампы, но благодаря хорошей актёрской игре их взаимодействию друг с другом это не решит глаз. Сюжет стартует с того самого заверсившегося момента, где Мэй в исполнении Амандлы Стэнберг вызывает на бой Индару. Ну, тринити из Матрицы. И пока что совершенно непонятно, зачем девушка напала на джедая. Индара без особых усилий останавливает убийцу, но джедайское милосердие её подводит. Да, вы не ослышались. На этом экранное время Керри Энн Мосс всё. Она отвлекается на спасение местного жителя, и в этот момент Мэй поражает её своим клинком. Нам не дают время на передышку, и сразу же бросают в новую локацию с новыми героями. Перед нами предстаёт сестра-близнец нашего ассасина Оша. Уже как 6 лет она покинула орден, и сейчас работает мехником. Почему мехником, а не механиком, я так и не понял. Ведь тот же дроид R2-D2 является астромехаником. И этот пример я привёл, потому что она, по сути, занимается тем, чем промышляют астромехи. Ну ладно, за таких вот неймадианцев можно и простить. После починки Оша встречается со своим давним другом по ордену, который уже не падаван, а целый рыцарь-джедай. Йорт Фандар и его падаван Та Силова. Девушку подозревают в убийстве Индары, что подтверждает и свидетель. Оша, понятное дело, не в курсе всего, но решила не сопротивляться. Вот тут, кстати, во время их диалога и проскользнула та самая повесточка, которую мы даже и не заметили. Лишь благодаря нашему подписчику мы обратили на это внимание. Суть в том, что Йорт припоминает Оша гибель её семьи, в которую входила и сестра, и две матери. Неожиданно это. И печально. Но это вообще никак не мешает просмотру, в первую очередь из-за того, что это было вкинуто между строк. Как это будет дальше? Поживём, увидим. Её решают отправить на Корусант для дальнейшего разбирательства. Но заключённые поднимают бунт на корабле и эвакуируются на капсулах, попутно уничтожив дроидов-охранников. Наша героиня не успевает улететь с ними, так как спасает одного бедолагу, который её бросает. Оша попадает на свою родную планету. Посадочка не мягкая, отчего девочка ловит неплохие такие приходы. Она видит сон со своей сестрой Мэй. И пока Оша ведёт за душевной беседой с сестрой, нас перемещают на Корусант, в Храм джедаев. В нём нас знакомят с такими персонажами, как Мистер Сол. Нет, не Сол Гудман, но мужичок тоже крутой. Да ещё и бывший учитель Оши по совместительству. Помимо него, нас знакомят с Вернестрой Роу и Джеки Лоу. Сол — этакий добрый наставник и бывший учитель Оши. Вернестра — это босс, который хочет по-быстрому замять дело, ведь убийство джедая бывшим джедаем вызовет шумиху в галактике. Ну а Джеки — Галина Сергеевна из «Звёздных войн». Здесь же нам раскрывают поподробнее прошлое главной героини. Нам не говорят напрямую, что пожар, который устроила Мэй, погубил семью сестёр. Но он является пока основной версией гибели. Также мы выясняем, что у Сола и Оши были довольно-таки тёплые отношения. По прибытию на Карлок, а это именно та самая родная планета девушки, джедаи быстро берут след. Размахивая светошашкой, джедаи находят Ошу и вновь берут под стражу. Когда девушка оступается в попытке объясниться, что она не виновата, её спасает бывший учитель. Подойдя к ней, Сол говорит, что несмотря на скептицизм остальных, он на её стороне. А конец первой серии завершает возможный главный злодей и учитель Мэй. Стоит к нам спиной, зачитывает мысли Джокера, включает свой меч и исчезает за титрами. В общем, как и большинство злодеев нашей любимой далёкой-далёкой. Вторая серия нас встречает с очень смешного названия планеты для всего СНГ. Олега. И интересного стелс-проникновения Мэй в местный храм джедаев. Она пришла убить ещё одного джедая под именем Торбин. Она ему демонстрирует своё кунг-фу, но Торбин такой... А мне похуй. Мэй пытается ещё раз, а джедай такой... До сих пор похуй, не поверишь. В общем, Кама-пуля был бы недоволен. Поняв, что 10-летний сон мастера ей не удастся прерывать кулаками, девушка отправилась к местному контрабандисту Кемиру, который является ещё и друидом местного разлива. Он даёт девушке яд, которым она планирует угостить спящего мастера. А тем временем, Сол вновь вспоминает события смерти родителей Мэй и Оши. Скорее всего, будут флэшбеки об этих событиях, разбросанные по всем сериям. Вскоре Акалит возвращается в храм и, применив тактику чеченских братьев, наконец умершвляет своего противника. Пока другие джедаи втыкали в стеночку, Оши обнаруживает место преступления, а другие уже застают её там. Очень вовремя она ещё держала в руках орудие убийства. Я, честно признаюсь, думал, что весь будущий сюжет будет строиться на том, что девушка будет отчаянно пытаться доказать свою невиновность. Но нет. На этом месте детективная составляющая заканчивается. Йорд вступается за девушку и убеждает других в её невиновности. Сол очень рад тому, что до конца верил своей бывшей ученице. Но теперь остался вопрос. А кто, собственно, убийца? Ведь Мэй, по словам Сола, мертва. Да и он сам видел это. Герой отправляется к тому друиду Кемиру. Оша притворяется Мэй, натянув на себя местный хиджаб. И после непродолжительной забавной беседы, джедаи получают доказательство невиновности девушки и подтверждение того, что Мэй жива. Сол намерен выяснить, кому служит девушка и зачем она убивает джедаев. Пока что причин мы не знаем. Но знаем, кто под ударом. А именно те джедаи, которые были тогда на Карлоке. Происходит весьма интересный бой. Вот, кстати, тут бои очень интересные. Джедаи здесь не просто гусары со светопалками, а настоящие воины, которые без рук тебя смогут на лопатки уложить. Но, к сожалению, Мэй пленить не получается. Она сбегает. Перед этим драматично встретившись взглядами с сестренкой. Забыл еще также упомянуть о том, что Кемир находит Мэй и предлагает скрыться на планете Хоффа. Это типа Кашиик 2.0. На нем, кстати, даже вуки-отшельники живут. К примеру, тот же Мастер Килл Нака, который, между прочим, в свое время разрисовал лицо Мастеру Торбину. Ну и на этом все. Мы довольны сериалом. Повестки, о которой все пищали, не видно. Ну, если опять же не присматриваться. Герои интересные. Главные персонажи не Мэри Сью. Постоянно косячит и вечно попадают в интересные ситуации. Пафосный злодей тоже на месте. Мудрый наставник тоже. Оголенные соски молодого рэпера тоже. Пусть мы их и не просили. В общем, будем наблюдать, как все пойдет дальше. А как вам сериал? Напишите ваши впечатления в комментариях. Будем ждать. А у микрофона был Николай. Да пребудет с вами сила! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok